Педиатры традиционно, а вот терапевты, это тенденция последних 10-15 лет, все чаще и чаще сталкиваются с инфекционными болезнями, которые характерны для детей. И я думаю, что актуальность тем обусловлена именно этим, тем, что возникают заболевания не в характерном для детских инфекций возрасте, и, соответственно, протекают они часто не так, как у детей, с другими проявлениями, и часто ошибки диагностики связаны именно с тем, что ни пациенты, ни их близкие, ни врачи не ждут инфекционного заболевания детского, взрослого человека. Тенденция явно есть, и она будет усиливаться по ряду причин, которые мы, наверное, обсудим сегодня. На что следует обратить внимание? Ну, прежде всего, давайте поговорим о причинах такого положения вещей. Связано ли это с тем, что просто взрослый человек не был в свое время привит в детстве? Ну, я скажу сначала по поводу взрослых, да, значит, я думаю, хотя корни, конечно, у этой проблемы с детства, вообще, в принципе, определение детской болезни в какой-то степени искусственно. Детские, потому что к детским инфекциям относятся очень заразные заболевания, у которых заразность достигает 100%, и с которыми человек впервые встречается в детском возрасте. Поэтому чаще всего они протекают в детском возрасте. Но все меняется, и за последние годы поменялись и социально-бытовые условия, и условия лечения, пребывания детей в коллективе. И, очевидно, это одна из причин того, что детские болезни взрослеют. Во-первых, дети, опять-таки, есть тенденция к тому, что дети реже посещают детские учреждения, детские заведения, поскольку появляется возможность для того, чтобы ребенка воспитывать отдельно от коллектива. Потом очень большая проблема современная – это то, что придется принять как должное, с этим нам жить дальше. Это развитие легких форм течения инфекционных заболеваний у детей, и в связи с этим через какое-то время, через 15-20, иногда даже лет, развитие повторных случаев болезни, появление повторных случаев детских инфекций – тоже, с моей точки зрения, тенденция последних лет. И болеющие привитые. Как правило, эти болезни протекают легче, и, опять-таки, они неожидаемы. Тут очень многое зависит от того, насколько анализируется конкретная ситуация, потому что, к сожалению, мы столкнулись с этим 3-4 года назад в отношении кори, лет 5 назад в отношении краснухи, когда, ну, был привит ребенок, был привит. Только как, в каких условиях, с соблюдением ли сроков, какого качества была вакцина, никто не знает. Поэтому остается под вопросом, привит ли этот ребенок. Когда проводились массовые исследования в отношении иммунитета кори, то оказывается, что огромное количество людей не обладает этим иммунитетом, хотя должно, потому что они были привиты. Вот, есть еще масса причин, ну, вот эти на первом плане. Безусловно, сейчас вот взрослые, с которыми я сталкиваюсь, болеющие инфекционными заболеваниями, это дети, родившиеся в конце 80-х, в середине, в конце 80-х годов, в начале 90-х, в тот период, когда вакцинация, пошло резкое отторжение от вакцинации, я этот период хорошо помню. И он, в общем, до сих пор продолжается, продолжается активное обсуждение баталий и в прессе, и среди моих коллег. Они вряд ли закончатся когда-нибудь, но я считаю, что в этом отношении, если мы потом поговорим про вакцинацию, я вот выскажу, могу высказать свою точку зрения на этот вопрос. Алина Криво, еще один вопрос перед тем, как Станислава прокомментирует. С какими именно детскими инфекционными заболеваниями чаще всего встречаетесь вы в своей практике, ну, которыми болеют взрослые? Ну, наиболее частое, вот с чего началась наша беседа до того, как возникла тема программы, это ветрянка у взрослых. Это очень частая практика почти каждую неделю. Взрослые, начиная от 18 лет, вот те, кто попадает в участковую сеть, да, с этого возраста, и заканчивая людьми под 30 лет, вот. Это кори, краснуха, огромное количество, причем, опять-таки, вот идет тенденция к постарению кори и краснухи. И в моей практике встречались случаи краснухи, когда болели женщины в возрасте за 40 лет краснухой, чаще болеют женщины. Вот. И то же самое касается и паратита, и за последние годы тенденция, опять-таки, к повзрослению паратита, свинки, которые теперь встречаются у третьих, в третьих случаях встречаются у взрослых. И минимальный процент идет на самое детство, да, максимальный идет на подростковый возраст, чего раньше никогда не наблюдалось.